В этом видеоуроке я расскажу о том, как защититься от вредного воздействия солнца. Спрячьте кожу под одеждой. Лучше всего подойдет легкая одежда светлых цветов. Наденьте открытую майку, а поверх накиньте тонкую рубашку, не застегивайте ее. Брюки защитят вас лучше, чем шорты. Прохладнее всего будет в натуральных тканях, вроде хлопка. Хотя одежда светлых оттенков не поглощает тепло, как темная одежда. Последняя лучше защищает вас от солнечных лучей. Очень тонкая одежда, такая как белая футболка, не защитит вас от солнца. Нанесите солнцезащитный крем на все тело, если вы собираетесь надеть светлую тонкую одежду. Если вы собираетесь плавать, оденьте плавательный костюм с длинными рукавами, чтобы избежать обгорания во время нахождения в воде. На многих вещах, особенно тех, которые продаются в магазинах активного отдыха, есть бирки, указывающие на уровень защиты от ультрафиолетового излучения. Выбирайте правильные шляпы. Поля шляпы должны быть не менее 8 см по всей окружности. Бейсболки открывают уши и шеи, поэтому они не подойдут. Шляпа защитит вас, ваши глаза от ярких солнечных лучей. Дети также должны носить головные уборы, защищающие их лица и шею. Носите солнцезащитные очки. Побирайте очки, которые не пропускают ультрафиолет и блокируют боковые лучи. Длительное воздействие ультрафиолета может привести к катаракте и обгоранию век. Носите очки вместе со шляпой, чтобы оптимизировать защиту глаз. Если вы не уверены, пропускают ли ваши очки ультрафиолетовые лучи, попросите продавца в любом магазине оптики проверить их. Профилактика обезвоживания Пейте больше жидкости. В теплую и жаркую погоду для этих целей лучше всего подходит вода, впрочем, в холодную тоже. Эксперты считают, что ежедневно мужчина должен выпивать 13 стаканов воды , а женщина 9 стаканов . Если в жаркую погоду вы собираетесь заниматься спортом на открытом воздухе, пейте 1 стакан воды каждые 15-20 минут. Специалисты считают, что вода оберегает от обезвоживания гораздо лучше энергетических напитков, несмотря на рекламируемую пользу электролитов. Это потому, что в большинстве спортивных напитков много сахара и натрия, хотя это и электролиты, сахар является довольно калорийным продуктом, который может привести к обезвоживанию. Если вы беспокоитесь об уровне электролита в вашем организме, употребляйте орехи. Избегайте кофеина и алкоголя, так как они способны привести к обезвоживанию организма. Хотя газированный напиток вряд ли приведет к обезвоживанию, лучше пить воду. Алкоголь влияет на мыслительный процесс и время реакции. До 70% смертей, произошедших во время отдыха у воды, связаны с употреблением алкоголя. Если в жаркую погоду вы употребляете алкогольные напитки, пейте в 2 раза больше воды по сравнению с объемом выпитого алкогольного напитка. Пейте воду, даже если вы не хотите пить. Жажда – это реакция организма на обезвоживание, поэтому нужно пить воду в течение всего дня, чтобы вы вообще не испытывали жажду. Помните, что организм детей тоже может быть обезвожен. Если у вас младенец, то находясь на улице, давайте ему молоко или молочную смесь, по крайней мере обычный объем. Кроме того, узнаете у врача, когда младенцу можно давать воду. Так как дети потеют меньше взрослых, они подвергаются большему риску перегревания и обезвоживания, поэтому внимательно следите за вашим ребенком. Проверяйте ультрафиолетовый индекс. В некоторых странах в ежедневных прогнозах погоды сообщается ультрафиолетовый индекс, оценивающий риск повреждения кожи ультрафиолетовыми лучами. Прячьтесь от прямых солнечных лучей. Особенно важно делать так с 10 часов утра до 4 часов дня. В это время, когда солнце находится в зените, количество ультрафиолета в солнечных лучах достигает максимального значения. Если в это время вы находитесь на улице, постарайтесь быть в тени. Вы можете обгореть и в тени даже в облачные дни, но тень хоть как-то защитит вас. Создайте тень. Можно не только носить шляпу, но и брать с собой зонт. Это позволит закрываться от солнца и не сгореть. Если вы планируете заниматься спортом на открытом воздухе, делайте это в утренние или вечерние часы, но не в полдень. Если вам придется заниматься в полдень, делайте больше перерывов. Если вы собираетесь гулять с младенцем или ребенком, выбирайте для этого самые прохладные часы дня. В коляске обязательно поднимите козырек, чтобы младенец лежал в тени. И убедитесь, что на детях одета соответствующая одежда, головные уборы. Также можете нанести на кожу ребенка солнцезащитный крем. Следите за тенью. Интенсивность ультрафиолетового излучения коррелирует с углом, под которым солнечные лучи падают на землю. Чтобы ваше тело отбрасывало короткую тень, спрячьтесь в тени. Охладитесь, если чувствуете, что начинаете перегреваться. Проводя слишком много времени на солнце, вы можете не только загореть, но и получить тепловой удар. Чтобы охладиться, намочите полотенце холодной водой и положите его на лоб или шею. Обязательно проконсультируйтесь с вашим врачом, мне ставьте лайк. Подписывайтесь на мой полезный канал. Это видео записал Евгений Горобченко. Пока-пока.